Здравствуйте, меня зовут Станислав Лагунов, я руководитель с более чем 20-летним стажем и автор деловых книг. Нам постоянно требуются новые компетенции, и нашим клиентам тоже. Универсальный вариант получения знаний – деловые книги. Почему не видеосеминары и видеолекции, которые сейчас появляются в избытке? Вы же сейчас тоже смотрите ролик? Объем полезной информации, которую можно получить за единицу времени, при чтении в разы выше. При прослушивании или просмотре лекции стоит еще сделать поправку на ваше внимание. Сконцентрироваться при долгом просмотре особенно сложно. А книгу можно отложить, и к ней легко вернуться. Книгу в принципе можно читать по частям. Но деловых книг очень много. Как не утонуть в этом потоке информации? Хочу с вами поделиться правилами, которые выработал для себя за те годы, в которые бизнес-книги помогают мне в работе. Деловая книга не художественная. Деловые книги не для удовольствия, а ради пользы. Это принципиальное отличие бизнес-литературы от художественной. Художку мы читаем для того, чтобы отдохнуть и получить эмоции. Деловую, чтобы получить информацию, извлечь конкретную пользу. Это значит, что бизнес-книги нельзя читать просто так. Книга сразу должна работать. Заставляете полученную информацию сразу работать на вас. Если завтра не попробуете применить что-нибудь из прочитанного, выработать привычку, проверить инструмент или идею, то потратите время зря. Чтение – это инвестиция. Относитесь к чтению как к инвестициям. Время, потраченное на чтение, стоит дороже книги. Книга заберет у вас в среднем 4 часа времени. Они стоят дороже почти любой книги. Не стоит спешить. Лучше замедлить скорость поступления информации, чтобы она лучше уложилась в голове. Скорость не важна. Важно то, что вы извлечете из прочитанной книги. Не количество, а качество. Нужно перейти от количественного подхода к качественному. Цели прочитать 100, 200 или 365 книг за год амбициозны. Но успевают ли эти рекордсмены использовать те инструменты, о которых они прочитали? Читают ли они то, что нужно именно им, именно сейчас? Нет бизнес-романам и книгам-мотиваторам. Минимизируйте количество книг, которые описывают чужие истории успеха. Будьте осторожны с бизнес-романами, мотивирующей литературой. Если у вас нет внутренней мотивации, мотивация из книг продлится очень недолго. А в бизнес-романах обычно отсутствует художественная ценность, очень много воды, а вот пользы совсем чуть-чуть. Читаем от простого к сложному, от общего к частному. Отличные книги, прочитанные преждевременно, можно просто не понять. Вы зря потратите время. Делайте пометки, делитесь идеями. Очень важно делать пометки, когда вы читаете деловую литературу. Выделять главное, записывать мысли и инсайты, которые пришли вам во время чтения. Не ленитесь их записывать и не стесняйтесь ими делиться. Так вы укрепляете эти мысли в своей голове. Используйте парное чтение. Лучше всего обсудить прочитанное с тем, кто разбирается в теме или хотя бы читал те же книги. Предлагаю вам опробовать такой метод чтения, который применяет и постоянно оттачивает мой товарищ Игорь Дубинников. Найдите партнера по чтению, договоритесь о книге, которую вы будете читать и обсудите порядок, в котором вы будете это делать. Обсуждайте прочитанное. Ищите экспертов, которым вы можете доверять. А если в вашем окружении нет экспертов по необходимой теме, можно использовать мой портал силопроект.ком. С чего начать сразу по окончании этого ролика? С моих книг, 27 книг успешного руководителя и Путь Самурая 2.0. Бережливое мышление. В них собраны 55 обзоров на лучшие бизнес-книги по самым разным темам. Полезного чтения!